В Минске на стадионе Динамо за открытием вторых европейских игр воочию наблюдали более 25 тысяч человек. Получилось масштабно, как и сам мультиспортивный форум. С главной целью церемонии рассказать всему миру о Беларуси и ее истории, организаторы справились. Затем, как в Минске загорается огонь вторых европейских игр, наиболее массово в Гомеле следили в фан-зоне. Возле ледового дворца разместились фудкорт, концертная площадка, а также экран размером 4 на 7 метров. Так что следить за всеми соревновательными перипетиями Евроигр было комфортно. В перерывах между трансляциями из Минска гостей фан-зоны развлекали музыкальные коллективы города. Чтобы ощутить неповторимую атмосферу спортивного праздника и лично поддержать белорусских спортсменов, многие жители региона отправлялись в Минск. Например, воспитанники и работники Гомельской из Дюшор профсоюзной организации Гумсельмаш большой делегацией посетили соревнования Пудзюдо. Воспитанница этой спортивной школы Виктория Новикова боролась за медали Евроигр. Кстати, болеть с гомельчаном на вторых европейских играх было за кого? В составе сборной Беларуси более 30 атлетов, выступавших в 9 видах спорта. Самое многочисленное представительство в боксе и велоспорте по 7 спортсменов и, конечно же, в коронной для нашего региона дисциплине гребли на байдарках и каноэм. 8 человек. Кстати, именно гребцы собрали самый богатый медальный урожай. Из 10 белорусских наград 6 завоеваны представителями нашего региона. Счет медалям открыли Ольга Худенко и Марина Литвинчук, выиграв заезд байдарок двоек на дистанции 500 метров. На следующий день был настоящий дождь из наград. Ольга Худенко стала двукратной чемпионкой игр, показав лучшие секунды в заезде одиночек на дистанции 500 метров. После байдарка четверка в составе Марина Литвинчук Ольги Худенко, Надежды Попок и Маргариты Махневой пришла к финишу второй. Чуть позже Ольга Худенко и Марина Литвинчук добавили в свой актив еще и бронзу на 200 метровке. Двукратной чемпионкой стала и Литвинчук, оформив победу на стаирской дистанции в 5000 метров. Каноистка Ирина Ноздрева также в числе триумфаторов Евроигр. У нее золото на 200 метровке. Артур Беляков был единственным представителем нашего региона в состязаниях по спортивной акробатике. Однако его выступление на вторых европейских играх попадает под определение триумфальное. В паре с брещанкой Ольгой Мельник гемельчанин завоевал три награды – золото и две бронзы. Мы ожидали медали, но как это все будет, как все это пройдет, понятия не имели. Это такая арена, столько зрителей, это тоже ответственность, тоже волнение. Все сказывается, это же не просто так, что-то одно. Поэтому мы могли, мы могли больше, мы знаем это, что могли. Но это спорт, мы довольны тем, что имеем. Сегодня вторые европейские игры станут историей. Последние награды найдут своих обладателей. Акрасичная церемония закрытия поставит яркую точку в главном мультиспортивном форуме 2019 года. Выступления наших атлетов уже сейчас можно назвать более чем успешным. Не остались в накладе и болельщики. Они также стали частью спортивной истории не только нашей страны, но и всего мира. Максим Савин, Новости недели.